Вода по нормативам и та техническая. В одном из сел Ордынского района установилась засуха. Из-за поломки на насосной станции людям нечего пить и нечем поливать. Не работают школы и детский сад, а вскоре могут закрыть почту. В причинах бедственного положения разбирался Николай Сальников. Количество воды строго ограничено и пить ее опасно для здоровья. В такой ситуации жители села Рогалева пребывают уже три недели. Техническую воду людям привозят в цистерне из-под молока и наливают в бочке возле дороги. Вот я проживаю одна, сама инвалидка второй группы, вот бабушка, которая 90 лет. Вот нам нальют вот здесь и как мы должны это унести? Беда пришла 1 августа. На местной насосной станции вышел из строя насос. Теперь воду привозят техническую по 200 литров на дом. А с такой жижей ни пищу приготовить, ни жажду утолить. Люди вынуждены самостоятельно заказывать питьевую воду. Во сколько обходится питьевая вода? Ну питьевая вода, ну это мы вдвоем вот с бабушкой. Ну за месяц обходится тысячи три у меня. А пенсия какая? Ой, пенсия, я скажу, вы засмеетесь у меня. А ты скажи. Восемь тысяч. Усугубляют положение рогалевцев не только бытовые неудобства. Это единственная общеобразовательная школа в селе Рогалево. Однако на данный момент здесь даже нет вывески. Непонятно почему. То ли из-за того, что крыша еще не доделана, а может быть и по причине того, что отсутствует проточная вода. Начало учебного года здесь под вопросом. 1 сентября в это образовательное учреждение должны прийти 72 ученика. Однако в Рогалево рискует остаться дома и дошколя там. Со школой тоже ситуация тяжелая, потому что вода в школу тоже нужна проточная. Поэтому как бы Роспотребнадзор не открывает школу, пока не будет проточной воды. Садик не работает, школа закрыта пока. И пока вот точно не знаем, когда это все откроется. Отсутствие воды тянет за собой очень серьезный клубок проблем. Положение Рогалевцев можно сравнить с осадным. Мне, видимо, придется тоже уходить вот тут без сохранения. Без содержания. А, да, без содержания. Ну и потому что ребенка просто некуда деть, ни с кем оставить. То есть у нас еще и почты не будет. Получается, у нас вся инфраструктура села просто разрушена. У нас нет Сбербанка давно уже. У нас нет, получается, сейчас уже и школы, ни детского сада, и не будет еще почты. Бюджет сельского поселения около 4 миллионов рублей. Стоимость новой насосной станции больше 7. Но даже если деньги найдут, жители Рогалева беспокоятся за качество воды. Проблемы с водой в селе Рогалева случились задолго до выхода из строя гидравлического насоса. На протяжении 10 месяцев нечистоты из местной канализации попадали в водопроводную воду. Местные жители показали нам, какой водой они пользовались из крана. А в данный момент я держу в руках заключение экспертов управления ветеринарии Ордынского района Новосибирской области. И здесь написано буквально следующее. Интенсивность запаха очень сильная. Настолько сильный запах, что делает воду непригодной к употреблению. Образец прошедшей испытания не соответствует гигиеническим нормам питьевой воды. По сути, проблемой обязаны заняться в администрации Ордынского района. От встречи чиновники отказались. Вопросы пришлось задавать по телефону. У меня на сегодняшний момент информация только такая, что Ольга Ивановна, заместитель главы администрации, звунина Ольга Ивановна, курирующая этот вопрос, сегодня находится в министерстве ЖКХ в том числе будет. Повезла пакет документов очередной раз по Рогалевской скважине. И глава записана на прием в пятницу к министру финансов по решению данного вопроса. И еще такой вопрос, Галина Дмитриевна. А вот сегодня, когда мы были, нам жители показали воду, которая до этого шла у них в водопроводе. Скажите, вот жалобы были какие-то от жителей села Рогалева, когда еще этот насос даже работал на качество воды? Ну, в администрацию жалоб не поступало, официально, по крайней мере, через меня не проходило для подготовки ответа. Может быть, через Ольгу Ивановну что-то. Ну, не слышала, по крайней мере, на слуху, такого, такого проблему, такую не слышала. Также замглавы Ордынского района нас заверила, что 1 сентября дети в школу пойдут. Редакция канала ОТС будет следить за развитием ситуации. А более 300 жителей из Рогалева пока только ждать, когда же вновь замаячит на горизонте цистерна с технической водой. Николай Сальников, Олег Сурков, Новости ОТС.